Конфликт разгорелся на Химаше. Частный сектор готов идти войной на соседку. Она переполошила всю округу своим хозяйством, а пенсионерка всего-навсего решила сделать доброе дело – организовать приют для животных. К чему это привело, увидела Мария Новикова. Ветер, если в нашу сторону подул, как будто это с какой-то помойки. От соседского дома, жалуется Галина Анатольевна, она теперь нос воротит. Пенсионерке докучает запах псины. Но он еще полбеды. Женщине приходится затыкать еще и уши. Лай за этим забором не смолкает ни на минуту, утверждают местные. Ведь там, по их подсчетам, живет полсотни собак. Новые соседи, рассказывают жители, у них появились год назад. Сперва у них был всего один сторожевой пес. Но со временем сольная тявка не превратилась в настоящий собачий хор. От какафонии страдает весь переулок. Когда стояла жара, мы полмесяца здесь изнывали от жары, не могли окна открыть. Вой постоянный, то ли пить им не давали, то ли есть, мы не знаем. Туда никто не запускается, как вы уже убедились. Туда никого не запускают. Никто этого не видит. Сначала владелицу собачьего приюта просили по-человечески утихомирить питомцев. Однако разговаривать женщина отказалась на отрез, точнее, на отмашь. Сюда иди отсюда. Откуда взялись собаки, да еще в таком количестве, химашевцы могут только предполагать. И маленькие, и большие, породистые, и непородистые. Потому что, скорее всего, люди в отпуск уезжают и привозят сюда собаку. В этом приюте, говорят местные, псы ждут не только старых, но и новых хозяев. Со всего города сюда везут и бездомных животных. Однако доброе дело для собак нельзя делать в ущерб людям, считают соседи. У нее передержка за деньги, она же не спасает каких-то бездомных собак, которых жалко, да жути. А тем более, если за деньги передержка, это надо делать за городом. Вот как зеленый бор этот стоит за этим, за шартышом. Там они стоят, они лают целый день, но они не мешают никому. А здесь они сейчас залают, вы услышите, вы гните поворотом. По словам екатеринбургских зоозащитников, именно их активистка организовала приют. Хозяйка проживает в частном доме, а поэтому вольна разводить там кого угодно. Поэтому соседям, чтобы не жить как кошка с собакой, стоит пойти на уступки. Договориться, я думаю, что единственный способ, потому что законодательства у нас не существует, которое рекламентирует количество животных, которые человек может у себя на территории содержать. Юристы советуют соседям в таких случаях написать жалобу в Роспотребнадзор. Санитарные врачи проверят, не угрожает ли такая доброта к животным местным жителям. Обитатели приютов должны быть привиты и содержаться в чистоте. Лишь тишины добиться от лохматых жителей очень сложно. Измерить уровень шума в частном секторе практически невозможно. Мария Новикова, Сергей Едигарев, Новости 41-го канала.